Председатель территориальной избирательной комиссии города Пущино Ольга Жеронкина отметила, что с момента прошлых выборов в городе появились новые общественно-политические здания. И в этот раз местонахождение некоторых избирательных участков изменилось. На территории города Пущино постановлением руководителя администрации образовано 9 участков. У нас не прибавилось участков, они были на выборах в Государственную Думу, они так и остались. Новые участки расположены в здании многофункционального центра в микрорайоне В, в здании Центра культурного развития в микрорайоне Д и во Дворце спорта АК. Те избиратели, которые у нас голосовали в вертикали, теперь будут голосовать в Центре культурного развития молодежи. Те, которые голосовали в музыкальной школе, теперь будут голосовать в многофункциональном центре, мои документы. И у нас во дворце Спорта АК два участка на микрорайон Д. Это 24-96 и 24-97. Ознакомиться с необходимой информацией и со схемой расположения избирательных участков в Пущине можно в городской газете, а также на сайте администрации. И мы даем информацию по телефону 73-25-73. Все участки у нас оборудованы, оснащены. На каждом участке имеются информационные стенды. И избиратели уже могут приходить в часы работы участковой избирательной комиссии с 4 до 8 часов. 2 марта рабочая группа представителей антитеррористической комиссии под руководством главы Пущина Ивана Савинцева провела осмотр всех помещений, где расположены избирательные участки. В акте проверки были сделаны соответствующие отметки о наличии на объектах таких элементов, как система оповещения, паспорт безопасности, список телефонов правоохранительных органов, специальное ограждение, сейф для документации, аварийное освещение и резервное электроснабжение. Сегодня мы объезжаем все 9 избирательных участков для того, чтобы убедиться в наличии и работоспособности необходимых элементов антитеррористической защищенности. Это и система видеонаблюдения, это автоматизированная пожарная сигнализация, так называемая тревожная кнопка, телефон с функцией ООН, источники и возможности резервного электроснабжения и другие необходимые элементы. На каждом объекте, на котором находится избирательный участок, должны быть проведены определенные мероприятия, инструктажи и кроме того, все объекты должны быть оборудованы системой оповещения об эвакуации, пожарной системой сигнализации. Они будут оборудованы металлодетекторами, то есть у каждого полицейского, который дежурит на объекте, будет металлодетектор. Ольга Федоровна отметила, что все члены участковых избирательных комиссий четко знают свои действия в случае террористического акта, пожара или другой непредвиденной ситуации. На избирательном участке, расположенном в Доме ученых, замечаний у рабочей группы антитеррористической комиссии не возникло. Телефон с функцией антиопределителя номера подключат в ближайшие дни. Такими современными техническими средствами, как телефон с АОН, оборудуют все избирательные участки. У нас практически по списку, то, что необходимо, есть все. Кроме маленького нюанса с телефоном, у нас просто нет автоответчика. Нужен автоответчик. А все остальное у нас есть. И тревожная кнопка, которая находится всегда при председателе, независимо от того, где бы я ни находилась. У нас связь, у нас вот список тех служб, в случае, если мы обнаруживаем какой-то предмет, мы знаем, как действовать. Людмила Жилинская не отметила, что для обеспечения антитеррористической защищенности и пожарной безопасности со всеми членами избирательной комиссии и ответственными лицами проведены соответствующие инструктажи. Татьяна Смирнова, Сергей Воронков, Тимофей Акимов. ТВ. Испущено.